Конец 2021 года. В интернете вновь, как и в 19-20-х годах, появляется реклама телеграм-каналов и ботов по продаже лояльных карт и баллов пятерочки, магнита, перекрестка за почти 50% от доступного номинала. Достаточно перейти по ссылке бота, сплатить 500 рублей и получить 1000 рублей баллами крупной сети магазинов, которыми можно оплатить любой товар в магазине. На первый взгляд кажется, что такие телеграм-боны банальный скам доверчивых хомячков, желающих сэкономить. Однако нет, схема действительно работает, а самое интересное, те самые халявные баллы могут быть украдены с ваших счетов и счетов других покупателей. Вы просили меня сделать этот ролик, поэтому сегодня в видео я расскажу, как детально работает схема с покупкой баллов, позволяющая сэкономить до 100% в популярных продуктовых магазинах. Откуда продавцы берут баллы пятерочки магнита, озоны, спортмастера и других популярных компаний. Как устроен такой бизнес, насколько он легален и можно ли пользоваться его услугами. Изучим несколько реальных историй, а также отправим своего человека обчистить ближайшую пятерочку. Шучу, конечно. Отправим своего человека провести собственное расследование. Приятного просмотра. Мотивация каждого, кто пытается воспользоваться услугой покупки баллов пятерочки магнита или перекрестки, это получить халяву. Нелегально с обманом компании, но суть именно такая. Это плохо. Ужасно. Заработать неплохие деньги и позволить себе не пользоваться такими сомнительными способами экономии поможет схема заработка моего старого знакомого Миши Громова. Миша Громов ежемесячно скупает и продает большое количество YouTube каналов. В данный момент Миша нужны помощники, которые могут находить нужные ему каналы и договариваться с владельцами о продаже. За такие находки Миша готов платить от 2 до 20 тысяч рублей. Бывали случаи, когда люди находили очень хорошие каналы, за которые Миша платил более двух десятков тысяч рублей. Недавно Миша Громов перебрался в Телеграм и теперь там он опубликовал подробный гайд по тому, как можно просто и быстро с ним сработать и уже в первый месяц накопить неплохой бюджет на все ваши хотелки. Переходите по ссылке в описании, обязательно подписывайтесь на канал и изучайте гайд, по которому вам предстоит работать. Тут все подробно и детально изложено. Напоминаю, все ссылки с подробностями находятся внизу в описании под видео. Успехов. Канал с продажей баллов пятерочки, магнита, перекрестка и других сетей за полцены без особого труда пробиваются в Телеграм. Достаточно ввести название магазина, добавить слово баллы или карты. Если даже не интересуетесь подобным, возможность сэкономить обязательно вам навяжут. Рекламой в крупных пабликах, специализированных Телеграм-потах, на каналах с халявой. Соответствующие предложения можно найти за пределами мессенджера Дурова. Например, на Авито, в рекламе ВКонтакте, объявлениях Гугл, постах и таргете Инстаграм. Подобные шопы просто захватили соцсети в последние несколько месяцев. Вот пример работы схемы. Человек идет в магазин, параллельно запускает Телеграм-пот, оплачивает QR-код, привязанный к арте с баллами, который дает практически 100% скидку на покупку. То самый QR-код продается за полцены, то есть если хотите сделать покупку в продуктовом магазине на 1000 рублей, достаточно заплатить Телеграм-боту 500. Последний шаг, показать QR-код на кассе и зафиксировать профит. Аналогичных экспериментов масса. Авторы роликов показывают чеки, которые доказывают, что оплата реальными деньгами составила буквально 1-2 рубля. Остальную сумму покрыли бонусы, купленные в Телеге. Зрителям остается только повторить действия человека с экрана. Откуда же берутся все эти баллы? Первый, самый очевидный вариант, их просто нет. Мошенники создают красивого бота, вкладывают пару тысяч в рекламу и путем обмана получают профит с тех, кто сам пытается обмануть систему. Да, то есть все-таки наткнуться на скам хомячков можно, но не ради этого мы все тут собрались. Второй, наиболее безобидный вариант, в случае если баллы все-таки реальны, они фармятся на бузе всеразличных акций и специальных предложений. Пример, подарок от почты банка и пятерочки в преддверии уже уходящего 2021. Пользователь оформляет брендированную карту, совершает покупку и получает 2500 баллов. Такая же сумма прилетает в день рождения нового клиента. Итог, 5000 баллов, которые могут быть проданы в специализированном телеграм-канале. А буз таких предложений позволяет создателю получить десятки тысяч баллов в сети магазинов, которые в дальнейшем продаются для быстрого вывода в реальные деньги. На этом единственном варианте безобидный, собственно, и заканчивается. Наиболее распространенный метод пополнения счета, канала по типу баллы за 50% от стоимости, их кражи у других пользователей. Еще в 2018 году на форумах публиковалась информация о дырах в бонусной системе перекрестка, причем вселенского масштаба. Для активации бонусного счета, на который будет приходить кэшбэк баллами, необходим номер пластиковой бонусной карты, выданный продавцом на кассе, и номер телефона покупателя. Все в порядке, однако на один мобильный тогда можно было привязать целых 5 карт. Перекрестка. Причем чужих, достаточно знать их номер. Техническая часть схемы понятна всем и каждому. Даже без покупки базы сети можно было в ручном режиме подобрать номер чужой карты лояльности. Привязать ее к своему номеру и сходить в магазин, расплатившись бонусными накоплениями другого человека. Естественно, 5 карт это слишком мелко. Сдумышники могли получить всего пару сотен, в лучшем случае тысяч бонусных рублей. Поэтому интернет-предприниматели просто отправлялись на сайты с одноразовыми номерами и пользовались проблемами перекрестка. Вот автор тематической статьи украл средства около 500 клиентов. Баланс варьировался от 50 до 1500 рублей. Включаем математику, минимум 25 тысяч рублей, причем честно накопленных вами или вашими близкими. Но все это было актуально на 2018 году. Много воды утекло. Работают ли аналогичные схемы сегодня? Да, но только немного в иных формах и в том числе в другой сети. Пятерочка. Механизм кражи средств карты лояльности видоизменился, но результат остался тот же. За 3 года интернет-безопасность вышла на новый уровень. И проделать рук с привязанной чужой картой сейчас невозможно. Приложения ввели коды подтверждений из SMS, бонус для удобства, пуш-уведомления с автоматическим заполнением поля. Которые приходят начиная со второй авторизации там на другом устройстве, например. Именно нововведения, направленные на повышение уровня безопасности пользователей, стали новой лазейкой для мошенников. В начале года умельцы нашли баг в приложениях «Пятерочка» 2.12.1. Хотя отмечается, что возможно он работал и в других версиях. Шаг злоумышников номер 1. Тест пуш-уведомлений на своем аккаунте. Первая авторизация, получение кода в SMS, все по плану. После второй происходит автозаполнение поля с символами из пуша. Шаг злоумышников номер 2. Попытка входа в чужой аккаунт при наличии логина и пароля. Вылетает окно подтверждения по SMS, миссия провалена. Или нет. Автор видео убирает приложение из процесса, запускает его снова. Открывается белое окно, мошенник выходит из аккаунта и вновь вводит логин и пароль другого человека. После этого код подтверждения заполняется присланным на телефон пуш-уведомлением. Показанная схема находилась в открытом доступе весь 20-й, часть 21-го года. Крупные сети гипермаркетов не смогли оперативно исправить такой баг. Нечто подобное процветает и сегодня. Волна статей и видеороликов, в которых клиенты «Пятерочки» Магнита и Перекрестка жалуются на кражу бонусов с карт, только набирает обороты. Некоторые такие истории даже находят отклик у более-менее крупных СМИ. Паф с автором, конечно, не занимать. Хакер украл баллы. Не насмехаюсь, просто судя по мануалам, разобранным выше, это может сделать любой желающий. Тем более, когда в сеть по неизвестным причинам сливают данные клиента в «Пятерочки». Строки базы содержат номера телефонов, фил человека, баланс и номер карты лояльности. Предостаточно для кражи средств, которые вряд ли прекратятся, ведь техническая поддержка сетей и магазинов не спешит обрабатывать жалобы жертв взлома. Вот один из примеров. У пользователя украли более 70 тысяч накопленных баллов. Это 7 с лишним тысяч российских рублей в эквиваленте. Ноль понимания, ноль реакции, никакого решения от технической поддержки. Да, можно предположить, что такая брешь в системе безопасности привела к массовому обману магазина клиентами. Пользователь сам имитирует кражу баллов, а потом якобы во всем обвиняет несуществующих мошенников, требуя вернуть деньги. Цель, ну, как минимум, двойной профит. Однако, даже такая удобная теория для представителей магазинов не покрывает репутационный ущерб. Сообщений сотни, если не тысячи, как и проигнорированных звонков компании. Собственно, именно так в большинстве своем и заполняются боты-пятерочки, магнита, перекрестка. Пользователи покупают украденные баллы, а потом радуются возможности заплатить всего рубль за пакет товаров. Конечно же, проверить работоспособность таких ботов решил и я. Но точнее, мой спецагент. Да. После входа в боты и прохождения капча, система предлагает выбрать тип товара. Чаще всего в списке есть пятерочка, магнит, перекресток, спортмастер или озон. Заполнение зависит от проекта. Выбираю пятерочку с гарантией 15 минут. Перечень лото в конце дня не отличается разнообразием. 160 плюс баллов за 78 рублей, 180 плюс баллов за 85, 420 плюс за 189. Естественно, говорить о надежности таких проектов не приходится. Важен сам факт реальности предложения, поэтому оплачиваю второй товар. Ввожу код подтверждения от банка и получаю моментальный ответ от бота. Первое сообщение. Инструкция по применению. Далее идет сам товар, а именно штрих-код, выручая карты некого Коли, у которого накопилось 1918 баллов. Здесь баллов равняется 1 рублю, а значит 85 рублей на карту создателя проекта превратились в 191 рубль на покупки в пятерочке. Что делать дальше? Следовать простым инструкциям. Идеальный вариант – касса самообслуживания. Необходимо пробить все товары, далее отсканировать полученный в Телеграме штрих-код и нажать «Перейти к оплате». Стоимость покупок – 203 рубля. Баланс бонусной карты – 191. Все сходится. Остается только списать накопленные баллы, в итоге сэкономив более 50% от чека. А босс магазина прошел без особых проблем. Спецагент, который провел для меня этот эксперимент, упомянул, что за ним пристально следила сотрудница пятерочки. Скорее всего, женщина понимала, что происходит, однако ничего не могла сделать. Ведь доказать, что человек сканирует штрих-код чужой карты магазина попросту невозможно. Да и вряд ли кто-то будет пытаться, ведь 100% уверенности в этом нет. Это была лишь скромная демонстрация. Согласно мануалу из бота, который был использован, в один чек можно списать только 10 тысяч баллов, то есть 1000 рублей. Пройтись по районным пятерочкам, магнитам и перекресткам, украв десятки тысяч честно накопленных рублей за день для мошенника, проще простого. Мониторинг специализированных форумов и телеграм-каналов позволяет найти даже софт для самостоятельного фарма бонусов уже в магните. Просто скачиваешь архив, распаковываешь следующие инструкции. Мануал по использованию включает в себя подробное описание каждого этапа. Тот, кто не любит читать, довольствуется кратким описанием. Злоумышленник ставит VPN, устанавливает эмулятор андроида, вводит купленный номер телефона, дальше проверяет карту на работоспособность. Если на ней есть бонусы, остается только войти в аккаунт, сделать скриншот штрих-кода и продать в телеграм-боте. Собственно, то же самое, что и я показал минуты ранее, только теперь уже со стороны злоумышленника. Аналогичный лот есть и на другие сети магазинов. Обучение софтчекер плюс регер аккаунтов перекрестка. Стоит заплатить всего 3000 рублей и получить полный комплект для краша чужих бонусов под ключ. Справится любой школьник, у которого есть такая сумма. Осуждаю. Выводы. Согласно статье 159 УК РФ, взломщику карт лояльности при подтверждении факта преступления грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. За мошенничество также положено наказание в виде обязательных или исправительных работ общей продолжительностью в 360 часов или в течение 12 месяцев. В зависимости от суммы ущерба штраф может быть заменен на ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет, принудительной работы сроком до 2 лет, арестом до 4 месяцев. Телефонные пароли покупателей уже находятся в руках мошенников. Совет подключать подтверждение по СМС, как вы понимаете, в данном случае может не сработать. Единственное, на что стоит надеяться, это появление заинтересованности в решении проблем со стороны служб безопасности крупных сетей магазинов. Поэтому прошу распространить вас данное видео в социальных сетях, написать несколько комментариев для продвижения материала, в рекомендации, а также показать своим близким и родственникам. Накапливать баллы пятерочка магнитопереклестка и других компаний в такой ситуации просто бессмысленно. Поэтому либо тратьте, либо готовьтесь прочувствовать на себе безразличие представителей популярных сетей продуктовых магазинов после кражи ваших баллов. Дополнительные материалы к ролику будут опубликованы на моем телеграм-канале по ссылке в описании. Переходите, подписывайтесь, изучайте и повышайте уровень собственной кибербезопасности. С вами был Саня Харченников, поставьте лайк, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и напоминаю про комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok